Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео у нас звучит как ответ на вопрос, что делать тем людям, кто остается все-таки на территории России. Видео будет достаточно коротким, расскажу, что планирую делать лично я, и мое мнение по поводу того, что действительно позволит сейчас чувствовать себя очень комфортно, стабильно в этих непростых обстоятельствах, каким образом двигаться дальше и использовать те возможности, которые нам сейчас открывает текущая ситуация. Первое, что нужно сделать, состоит в том, что нужно ответить на вопрос, кто я и куда я иду. Желательно еще и ответить на вопрос, с кем я иду. То есть многие говорят, Максим, про что это, зачем это нужно. Дело в том, что у каждого человека есть четыре составляющие жизни. Это эмоциональная составляющая, ментальная составляющая, духовная составляющая, физическая составляющая. И ответ на вопрос, кто я, как раз-таки он фокусируется на том, чтобы посмотреть на вот эти составляющие жизни, понимать, кто ты есть на самом деле. Потому что, когда вы отвечаете на вопрос, кто я, то есть какие эмоции мне нравится испытывать, это эмоциональная составляющая. Ментальная составляющая – это то, что мне дано от природы, какие у меня есть таланты, что у меня получается хорошо просто от природы. Духовная составляющая – это то, каким образом вы делаете этот мир лучше, как вы меняете этот мир. Ну и физическая составляющая – это ваш материальный достаток и физическое здоровье. То есть в большинстве своем в культуре такой европейской физическая составляющая, она стоит во главе угла. То есть если мы посмотрим любые курсы, тренинги, чему они посвящены? Они посвящены или спорту, здоровью, питанию или доходам. То есть как увеличить доход, как стать более продуктивным, куда инвестировать. Если вы посмотрите некое информационное пространство, то про эмоции, про духовность и про ментальность мало кто говорит. И вот в текущей ситуации, как раз-таки, когда мы говорили, что миграция приводит к тому, что открываются социальные лифты, и если во главе угла у человека будет стоять исключительно физическая составляющая его материального достатка, может получиться так, что, ну представьте себе, в коморке Папа Карло, да, то есть Буратино в очаг сунул нос, оказалось, он нарисованный, да. То есть открываете вот эту вот дверь, то есть шлюзы, что называется, открыты, и вопрос, куда устремиться, куда бы вы ни пошли, это будет встречать мало сопротивления, потому что элементарно нет конкуренции. Но в конечном счете этот вакуум будет замещаться со временем. И можно оказаться в такой ситуации, что вы пойдете за физической составляющей, за материальным доходом, при этом эмоциональной составляющей закрываться не будет, ментальной составляющей закрываться не будет, вы не будете понимать с позиции духовности, зачем вы это делаете, как вы меняете мир к лучшему. И в этом случае получится выгорание, и вам придется через 5 лет, имея очень высокий уровень дохода, столкнуться с эмоциональным выгоранием, отсутствием интереса, непониманием, что я, зачем и для чего я иду, и надо будет трансформироваться. Поэтому лучше прямо сейчас, когда мы понимаем, что эти шлюзы раздвигаются все шире и шире, и сопротивление все будет меньше и меньше, нужно ответить на вопрос, кто я. То есть какие у меня есть сильные стороны сознания, подсознания, как я коммуницирую, как я впадаю в стресс, от чего я впадаю в стресс. И исходя из этого, отбрасывать все варианты с доходом, где у вас вот эти вот блоки нарушаются. Когда вот именно и понимаешь, кто я, куда я иду. Это очень важная составляющая, когда вы ответите на вопрос, кто я и куда я иду. После этого нужно переходить к тому, что как минимум сохраняя свой уровень дохода, не бояться осуществлять именно вот эту вот миграцию, потому что может оказаться так, что если вы до настоящего времени не задумывались над вопросами, но понимали, что я нахожусь на этой работе, потому что здесь стабильная зарплата, здесь надежная компания, она крупная, и я свои 30 тысяч получу. Но при этом вы не счастливы. От общения с руководством постоянно впадаете в стресс. От большого количества людей, которые предполагают, например, работу в продажах, вы просто впадаете в стресс. Вам нужно больше одиночества. Творчества никакого нет, да, вы предельно творческий человек, но сидя на кассе, постоянно пробивая там эти чеки, вы делаете механическую работу, но при этом вы получаете стабильную зарплату. То есть получается, даже сейчас, ответив на этот вопрос, кто я и куда я иду, вы можете очень легко сдвинуться даже с сохранением своего дохода, потому что вы будете реализовываться эмоционально, будете реализовываться ментально, будете понимать, для чего вы это делаете, и в конечном счете вы сохраните свой доход, и начнется очень активное движение. Поэтому важно сейчас сохранять доход, и сохранять доход это не к вопросу о том, чтобы держаться зубами за текущее место, смотреть, что там происходит, какая ротация происходит в среднем управленческом звене или в высшем управленческом звене, а может быть подумать, как вы можете вообще по горизонтали сместиться, сохранив тот же самый доход, или даже с увеличением этого активного дохода. Обязательно, то есть то, что нужно делать сейчас, это развивать навыки эффективной коммуникации. Для меня очень удивительно, что видео с темой «Что будет с долларом?» собирает там 70-100 тысяч просмотров. Видео, связанное, кстати, вот оно, это видео, связанное с тем, как эффективно управлять собственным стрессом, набирает там в 10 раз меньше просмотров. Это очень удивительно, хотя на самом деле вот это вот видео говорит об эффективности принципа Паретта. Только 20% действий, которые вы совершаете, дают 80% результата. И прямо сейчас я призываю посмотреть именно данное видео, чтобы понимать, как вы можете в текущий момент работать со стрессом. Это позволит сейчас эффективно сохранить свой доход, увеличить производительность труда и эффективно сообщаться как с подчиненными, так и с руководством. Поэтому обязательно нужно развивать навыки эффективной коммуникации, понимать, как впадаете в стресс, как выходить из этого стресса, как эффективно коммуницировать, доносить свои взгляды, точки зрения до руководства, до подчиненных, до людей, с кем вы работаете по горизонтали, до детей, до супругов, минимизируя именно стрессовые ситуации. Ну и последнее направление, то есть уметь работать с собственным состоянием, эмоциональным состоянием, физическим состоянием, уделять время своему собственному телу, организму. Это та важная составляющая, которая сейчас тоже очень-очень серьезно важна, потому что тоже могу сделать некий такой лайфхак, особенно люди, которые имеют детей, как имею их я. Посмотрите, даже если вы не имеете детей, просто попробуйте, как можно физическим состоянием управлять собственными эмоциями. Итак, лайфхак. Если вы видите, что ребенок плачет, маленький ребенок, плачет очень-очень сильно, невозможно успокоить. В этом случае просто подойдите к нему, обнимите его физически, и попросите посмотреть наверх, ну то есть просто посмотреть на потолок. Все, больше ничего. На уровне физиологии, когда голова поднимается, непроизвольно возникает улыбка, и ребенок успокаивается в течение 1-2 минут. Вот элементарный лайфхак, который позволяет на физическом уровне управлять собственными эмоциями. То есть даже вам, когда грустно, посмотрите, когда человек грустит, когда он в подавленном состоянии. Что это? Это буква ЗЮ, то есть это вопросительный знак, голова внизу, и человек, соответственно, больше и больше даже плакать хочется, слезы непроизвольно начинают литься. И сделать наоборот, когда голову поднять высоко вверх. Это один из лайфхаков, который позволяет эффективно управлять физическим состоянием, вернее, эмоциональным состоянием через физиологию тела, через физиологию организма. Люди, которые остаются сейчас в России, резюмируя, что нужно сделать, да, ответить на вопрос, кто я, куда я иду, то есть понимать свою структуру личности, тип личности, понимать сильные и слабые стороны сознания, подсознания. Исходя из этого, посмотрев на текущую ситуацию, посмотреть на лифты, которые открываются, социальные лифты, сменить работу, в рамках этой работы, соответственно, увеличивать активный доход, эффективно коммуницировать с целью на пятилетнем промежутке времени увеличить размер активного дохода в 10 раз, ну и, соответственно, использовать те же самые возможности, которые открываются, да, в плане инвестиционной составляющей, то есть эффективно управлять личными финансами, эффективно управлять инвестициями. И в этом случае, в конечном счете, мы получаем, что эмоционально спокойный человек, у которого постоянно происходит рост активного дохода, увеличивается интеллектуальный капитал, увеличивается человеческий капитал, его не штормит текущая ситуация, он знает, что он высокопродуктивен, высокопроизводителен в любой точке планеты, где бы он ни находился, и возникает некая такая самость, что ли назовем это, да, то есть человек занимается любимым делом, получает значительный доход, ценен, нужен и использовал еще возможности, да, то есть оброс с значительным размером капиталов, создав собственную династию, собственные правила в семье, вот, наверное, идеальная картина, которая в этом случае может получиться. Именно поэтому серьезно трансформируется проект MaxCapital, я запускаю школу развития Максима Петрова, где есть пять основных предметов, личные финансы, инвестиции, эффективная коммуникация, управление физическим состоянием и управление эмоциональным состоянием. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы следить за тем, когда мы запустим данную школу, потому что первоклассники, участие в первом классе по этим пяти направлениям будет стоить 500 рублей в месяц. Сегодня у меня на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok